Финал турнира открыт. В десятый раз на льду соревнуются сильнейшие дворовые команды по хоккею. Каждого ребёнка поддерживают родители и наставники. Игры уже превратились в настоящее шоу, школьники показывают мастерство. И даже совсем юные зрители учатся, глядя на более опытных товарищей. Матвей Павлюхин не участвует в состязаниях, но уже два года занимается хоккеем и мечтает выйти на арену в составе профессиональной команды. Я смотрел много видео, где играют в хоккей. И думал, вот тоже хочу позаниматься хоккеем. Нашёл у себя дома клюшку и мяч. В этом году в отборочных играх участвовали 58 команд из каждого района Иркутска. В финал вышли 24. Кто-то красиво играет, кто-то ещё учится. В основе свои дворовые, поэтому уровень, понятно, у нас дворовой он есть. Я вообще считаю, что это оздоровление. А если какие-то есть задатки у него хоккеиста для большого спорта, то, вроде бога, можно продолжать смело. Даём-то начало, а мы во дворе. Мотивация стать хоккеистом мирового уровня есть и у Влада Солхонова. В турнире за кубок мэра среди дворовых команд участвует уже в третий раз. И, как говорит сам, в дальнейшем хочет заниматься этим видом спорта профессионально. Чем привлекает этот спорт? Яркость, быстрота и, в принципе, хоккей – хорошая игра. И в дальнейшем я собираюсь заниматься этим видом спорта, чтобы стать знаменитым. Поддержал и сказал слова на путьстве о юном хоккеистом мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он отметил, с каждым годом для спортсменов стараются улучшить условия. Благоустраивают стадион и предоставляют экипировку для игр. Таким образом, среди детей занятия спортом набирают всю большую популярность. Я уверен, что кто-то из этих ребятишек будет прославлять наш город, область нашу, а может, и нашу страну на мировом уровне. Я сам прошел через дворовой хоккей в свое время. Если сейчас кто-то из моих товарищей по команде увидит этот репортаж, вспомнил, как мы играли во дворах. Многие стали чемпионами, многие стали мастерами. Но любовь к спорту все сохранили, я думаю, на всю жизнь. Победителями в младшей группе стала команда «Школьная», представлявшая Ленинский округ. В средней группе отличилась «Ангара» из Октябрьского района, а в старшей – лучшая команда «Иркут», также из Ленинского округа. Все получили ценные подарки и кубки. Мадина Халикова, Сергей Коваленков. Новости сейчас.